Здравствуйте, меня зовут Яков Кротов. Я веду беседы о вере, совершенно по своей только инициативе, на свой риск, на ваш страх. Сегодня немножечко о язычестве. Я в прошлый раз говорил о пантеизме, точнее о вере в то, что вся природа божественна. Но от слова пан вся, атеизм, понятно, от тео, бог. Пан – это все существующее, и это слово присутствует во многих греческих словах. Это язычество или нет? Когда Теяр де Шарден в пустыне Гоби после утомительнейших раскопок, он был палеонтолог, копал там кости динозавров, служил мессу, и у него было мистическое озарение, подобное тому, которое было у Владимира Соловьева в Сахаре, в Египте в конце XIX века, подобное тому, которое испытывают многие люди, просто увидев солнце. Не случайно же молитва у многих народов древности, а у кое-кого и сейчас, это прежде всего обращение к восходу солнца, то есть к солнцу, не просто же на восток, как на географическую единицу. Собственно, в наших храмах христианских, православных, алтарь повернут к востоку, за некоторыми странными любопытными исключениями, включая собор Святого Петра в Риме, о чем мало кто знает. Так или иначе, это язычество или нет? А что такое язычество? Этимология довольно красноречива. Язычество – это вера других языков. Когда-то наши предки называли другие народы не народами, а языками, языками. То есть другой язык у человека, значит, он не наш. Это аналог тому, как у греков, у римлян варвары назывались варварами. Варвар – это тот, кто вместо нормального греческого или латыни пользуется какой-то чушью. Но понятно, что язычники тогда разные. И очень возможно, что мы не признаем своего православного только потому, что он говорит по-китайски, а примем за своего православного того, кто говорит по-русски хорошо. Простейший пример такой путаницы. Я не говорю про православных китайцев, которых довольно много. Ну, за что китайцы не возьмутся, их уже много. Так вот, сейчас как раз миновал Хэллуи. Я об этом говорю в ноябре 2021 года. Казалось бы, в России многие его, кстати, считают языческим праздником. И да, он появился у древних кельтов, судя по всему. Ну, во всяком случае, вот на рубеже октября и ноября. Но он был у других Востоков праздник поминовения усопших. На Ближнем Востоке и в нашей восточно-православной традиции – это прежде всего все-таки весна и лето, как вот Красная Горка после Пасхи через 10 дней. Но римокатолики и сегодня считают Хэллоуин вполне нормальным христианским, католическим праздником, потому что испанцы, поселившись в Мексике, этот праздник соединили с местным культом предков. И вышел вот тот довольно веселый и странный для нас праздник, когда красочно приукрашенные черепа всех видов, и сладенькие есть, и яркие краски – это язычество для христианства? Это язычество, но не потому, что там поклоняются бесам. Какие же наши умершие бесы? А потому что за всем этим стоит вера в то, что существуют такие дни в течение года, когда граница между миром живых и миром мертвых утончается, становится полегче для преодоления. И тогда мы можем, приедя на кладбище, заговорить с умершими, они нас услышат, и они к нам обратятся, и мы их услышим. В чем тут язычество? В том, что умершие рассматриваются как особый род живых? Ну, позвольте, так я верую во единую церковь, то есть церковь, которая объемлет церковь, это собрание, их лисея, церковь, члены которой и живые, и мертвые. У рима-католиков это еще лучше сказано во фразе – верую в общение святых. И я верую, что моя жизнь в момент физической кончины – это только старт настоящей жизни. Собственно, что такое моя жизнь? Когда она началась? Она началась в момент крещения. Тогда я умер для греха, умер для смерти. Так что два дня рождения и ни одного дня смерти. Он ловко устроился, и вы можете попробовать, только надо стучать. Так вот, это язычество, и таких языческих вещей в христианстве довольно много. Они самозарождаются, не то что какие-то злокозненные язычники их проповедуют. Сила язычества в том, что она облекает в действия слова, в обряды некоторой религиозной интуицией. А слабость в том, что это очень приблизительно все, и часто просто ударяется в обман и самообман. Так и с умершими. Конечно, просто выкидывать трупы было бы странно, хотя я свой не возражаю и даже приветствовал бы. Но все-таки понятно, что смерть, кончина для человека – это особый момент, в отличие от какой-нибудь клетки внутри нашего организма. Мы же тоже сообщество живых организмов, мы не единый организм. И тем не менее, если уж мы веруем, что общение с миром умерших возможно, то это не зависит от времени года, это не зависит от даты, это не зависит от того, пришел я со стопкой водки и черным хлебом. Нет, это зависит только от того, мы встречаемся в Боге или как. Мы встречаемся со страхом, как царь Саул когда-то перед решающим сражением вызывал духи умерших, Самуила, и спрашивал, как, как. А ты говоришь, ну, общение со святыми – это общение в Боге, и только в нем. И оно возможно в любой момент. И важно понимать, что святые не мучаются там без нас, как полагали древние, и святые не обижены на нас за то, что мы живее, чем они. Они живее, чем мы, они в Боге, а мы-то нет. И на кладбище ходили, людей хоронили, хоронят многие. Культ предков-то – это не из почитания предков, это из страха перед предками, что они оттуда дотянутся и нас накажут, будут нам вредить, надо их подкормить. Не надо. Усопшие общаются с Богом и слушают нас, потому что мы слышны им через Бога. И когда мы говорим им, моли Бога обо мне, это о чем идет речь? О том, что я его услышу через Бога. И когда Бог к нам обращается через святых, ну, это как вот действительно посредник, но посредник не тот, кто воплощает отсутствующего, а мегафон, может быть, бумага для письма. И мы так для других людей, часто бумага, на которой пишет Бог, а вовсе не я. И то лучшее в нашей жизни, что мы сказали или сделали, это Бог сказал или сделал, использовал нас как материал, да. Это не означает, что мы для Бога средства и вещи, но тот для других. А Бог же к нам и напрямую обращается. И весь страх перед умершими заключается в том, что мы чувствуем, что нарушили заповедь Канта, обращались с живыми родителями, детьми, знакомыми, как с предметами. Виноваты. Так вот, теперь мы имеем возможность исправиться. Так вот, то же самое с природой. То же самое. Она пронизана жизнью. Это жизнь ниже по развитию. Чем измеряется развитие? Коммуникации, общением с Богом и с другими людьми и со всем миром. И вот способности общения у березки все-таки, я не знаю, к сожалению или к счастью, наверное, к счастью, все-таки меньше, чем у нас. Так надо этим пользоваться. А то, как говорится, посмотришь, вокруг одни дубы. Стоим, шелестим, желуди для свиней имеем. А для человека-то что? А для себя-то что? Вспомните Толкина. Деревья, которые идут. Вот что такое человек. Не двуногая без перьев, как пошутил один мадрец, показав при этом ощипанную курицу. А лес пошел, как сказал Шекспир Вильям наш. Так вот, когда Господь исцелил одного слепого и того спросили, что ты видишь? Он сказал, вижу деревья, ходящие как люди. Он ошибся. Он видел людей, но он решил, что это деревья. Он же никогда их не видел. Так вот, пантеизм может быть и язычеством, может быть и христианской мистикой, может быть вдохновением. Был бы теос, была бы вера в Бога, было бы Богообщение, чтобы мы видели в Боге тот оазис света, свежести. Того, кто нас создал, в конце концов, и создал эту природу. И тогда мы найдем общий язык и со многими язычниками, и поймем, что они не язычники как таковые, а во многом наши собратья или, может быть, даже и предки по вере, и с ними есть о чем и как говорить. Всех благ.